Греческий писец И поныне этот волшебный список завораживает современный мир Семь чудес света Автор сценария ведущий Джон Ромер Капитан ищет безопасную гавань Он ищет Александрию Египетскую, расположенную на низких и опасных берегах Течение здесь переменчивое Как и тысячи лет назад, моряки бросают в море свинец В поисках подводных камней высматривают мутные потоки реки Которые покажут, насколько близко они подошли к берегу Прежде чем возник современный город и берега его были укреплены Здесь ничего невозможно было увидеть, пока ваш нос не втыкался в пляжную отмель И самым практичным из семи чудес света был древний маяк, названный Форосским Он стоял здесь Его построили около 285 года до нашей эры Это было одно из семи чудес света Его видно было в море на расстоянии 300 миль Его свет достигал древнего города Неаполь Волшебный свет, который по средневековым легендам мог сжечь вражеские корабли Форос не просто указывал путь древним кораблям Он символизировал и указывал на начало одного из самых потрясающих экспериментов человека Рождение современного города Волшебной метрополии Александрийский маяк и мавзолей в Галикарнасе Когда-то на низких берегах Египта было всего лишь несколько рыбацких деревушек Несколько скал, песчаных отмелей и зарослей куста Потом пришел Александр Великий Он создал империю, растянувшуюся от Египта до Афганистана Александр любил города Он любил их основывать Он основал 17 Александрий У него был очень интересный взгляд на города и архитектуру Однажды к нему пришел молодой человек по имени Дайнократ Он сказал, что у него есть отличная идея для города Он сказал, я изучу ландшафт и вырежу в нем подобие тебя, Александр И на ладони твоей фигуры я расположу город, который назову Александрия Смысл его идеи заключался в том Что когда вокруг головы статуи соберется облако, вода побежит по венам в руку и будет питать город Александр посмотрел на план и сказал Мне нравится, что говорит этот парень Мне нравится ход его рассуждений Но город не выживет, потому что настоящая кровь города не вода, а торговля И когда Александр основывал город, он думал о торговле Взгляните сюда, я объясню Первое, о чем подумал Александр, был большой рынок Он расположил его прямо на песке, между Нилом и морем Он располагался вот здесь, на береговой линии Потом он задумал огромные кварталы и обнес все это в мечтах огромной стеной И через 20 лет Александр умер, а строительство продвинулось еще дальше Была построена дамба от рынка до маленького острова, недалеко от берега Они устроили большой перекресток в центре города и поместили там усыпальницу Александра Он умер и был погребен в своем городе, в городе полном чудес Стен, дворцов, всем, о чем только можно помыслить И здесь стояли два из семи чудес света Маяк на острове и, собственно, могила Александра Только подумайте, что сделал этот человек Он создал город по своим собственным замыслам И этот город был полон египтян, греков, евреев Это был современный мультикультурный город, полный храмов и дворцов Это был новый город новой эры Список семи чудес был создан в его революционной эпохи Два из них, два городских чудо света Форосский маяк и царская усыпальница Мавзолей у моря Утонченные символы веры и торговли его города Главная реклама древней Александрии Теперь они погребены под современным городом Немного осталось от древней сумотоки и неистовой энергии Главного города Александра А все, что уцелело, находится в музее Мне нравятся местные музеи Они полны настоящего, а не антикварных вещичек, приобретенных на аукционах Все это было найдено здесь, когда люди возводили свои гаражи или проводили свет Утерянные камни погребенных городов А он милый, да? Прекрасный фрагмент исчезнувшей Александрии Относится к начальному великому греческому периоду Он сделан греком Даже камень прибыл из Греции Все шло на строительство маяка, амрамор, рабы, шоу, драгоценности, пшеницы из Египта Это было началом Эль-Дорадо Это было лучшее произведение искусства Сегодня оно исчезло практически полностью Взгляните на эту древнюю Александрию Полтора ярда классической Александрии Это греческий алтарь из чего-то дома Здесь на куске постамента выбиты греческие письмена А вот настоящая египтянка, одетая в греческие одежды В Александрии любили шоу А это? Это редкая еврейская надпись из древней Александрии Еврейская община Александрии была очень могущественной И именно здесь, в тени Фороса На греческий была переведена их Библия Ветхий Завет Так что Форосский маяк сделал больше, чем просто помогал кораблям найти безопасный путь Маяк был разрушен в результате землетрясения в 1375 году Возможно, это некоторые из его обломков Он стоял на самом краю стены гавани Эта роскошная средневековая крепость, построенная султаном Мамалюком Кайтбаем Стоит на его фундаменте Но маяк был по меньшей мере в пять раз выше Более 300 футов в высоту Самое высокое здание своего времени Сюда приходят дети по дороге из школы А вокруг них высятся средневековые стены из еще более древних камней Посмотрите сюда Иероглифы с маяка Они красовались на древнем обелиске Две с половиной тысячи лет А теперь они украшают двери арабского форта Прямо в центре крепости Они построили мечеть Интересно, что в отличие от остальных мечетей Это отличается от привычного направления на Мекку Она стоит на фундаменте древнего маяка Поэтому она расположена строго по сторонам света На север, восток, юг и запад По направлениям второго маяка И если посмотреть вверх в башню Можно увидеть призрак маяка И сможете ли вы увидеть в своем воображении Как люди-ослы везут горючее для огня наверху? Однако есть место, где до сих пор можно найти древний маяк Хорошо сохранившийся и доним В 30 милях на восток от Александрии На таком же низком берегу стоит миниатюрный форос Восьмиугольный и круглый с лестницей внутри Именно так выглядел настоящий маяк Александрии Только тот был в 10 раз больше На нем было несколько статуй и надписей Конечно, не таких, что вы можете найти в детских книгах Не было у него огромных линз Все эти пресловутые истории о волшебных линзах С помощью которых можно было сфокусировать свет так Чтобы вражеские корабли загорались Ничего подобного Здесь был небольшой огонь Который, возможно, зажигали лишь когда мимо шел флот Но для этих опасных вод хорошо само наличие подобной башни Но, в общем-то, этот маяк был предназначен не только для кораблей Этот маленький маяк возвышается над усыпальницей Это часть погребального комплекса И этот маяк был построен для сопровождения душ мертвых, бродивших вокруг Египта С целью вернуть их обратно в человеческое тело Этот маяк был построен вскоре после того великого маяка После того, как форосский маяк в Александрии заработал Люди начали говорить Посмотрите на наш новый город Как мы им гордимся, его богатством, его мудростью Этот маяк даст новый свет древнему миру И великий маяк со своим фонарем, покрытым листами стекла, стал символом города Но не все было так хорошо в волшебной митрополии Со своей чудесной верой и обычаями Александрийцы ощущали себя одинокими и свою фортуну непостоянно Это было рождение особенной современной отчужденности Это нетронутые захоронения древних королей Сардиса Столицы Лидии в западной Турции, где были изобретены деньги Деньги были главной движущей силой новых городов Александра А от семи чудес к фондовой бирже Большая часть современного мира началась здесь, среди этих песчаных дюн Сардис был конечным пунктом легендарного торгового пути Из Персии сюда шел шелковый путь, наполняя город купцами, наемниками и царями Вроде легендарного Креза, чье богатство сложилось с налогов от небольшого потока, который двигался прямо с холма в город В честь центральный рынок древнего города Конечно же, археологов до крайности интересовал Сардис Они не нашли легендарного рынка царя Акреза, но зато они нашли мастерские, в которых был выкован новый миропорядок Когда археологи работают на подобных объектах, они всегда просеивают мельчайшую пыль, собранную на земле И к их величайшему изумлению, археологи обнаружили в своих фильтрах бусинки золота Но найденное ими оказалось не рынком Это как раз и был тот поток, из которого добывалось золото Видите эти углубления? Сюда заливали золото и разжигали огонь Золото плавилось и получившиеся формы собирались На сегодня история этого ремесла насчитывает тысячи лет Ничего сложного Но тогда произошла настоящая революция, потому что вы никогда не сможете оценить само золото Там может быть свинец, серебро, там может быть что угодно Но здесь людям впервые пришло в голову создать единый эквивалент Они взяли эту чудесную золотую субстанцию, расплющили ее, перемешали с солью, положили в горшок и приготовили А когда они вынули золото из горшка, впервые в человеческой истории они сделали золото с номиналом Так что, как обычно, даже сама пыль древней жизни, мельчайшие реликвии прошлого неожиданно становятся столь важными открытиями Люди жили и работали здесь около 600 года до нашей эры Как раз когда Крес и еще несколько людей экспериментировали с самой идеей денег Которые бы всегда были одинаковы, вечным символом Когда богиня Артемида была отштампована на одинаковых дензнаках Креса, люди знают, что держат в руках Всего за 50 лет возникли банки, ростовщики, купцы, рынки, люди, живущие купли-продажи Идея абстрактной ценности, которую вы можете взять в руки Эта идея посетила сей мир впервые Деньги, большие мешки денег помогли построить большинство городов Александра И некоторые из чудес света Как вы можете предположить, когда Александр в 323 году до нашей эры умер Его империя очень быстро развалилась на множество маленьких королевств Каждым из которых управлял один из его генералов или банкиров Каждый город был сам по себе Стены города стали его вооружением Стали такими большими и могущественными Что они уже в свою очередь числились чудесами света Эти гигантские стены, простирающиеся на мили по горам Закрывают крохотный городок у озера Гераклею Это громадный памятник всеобщей древней небезопасности Новый человек в своем новом дивном мире был крайне напуган Мягкие города заключаются в твердые прочные раковины Сегодня боль и энергия, воздвигшая эти грубые камни, кажется, постепенно убывает И нам остаются эти прелестные развалины Исчезло и большинство городов Александра Но на западе Турции некоторые из них сохранились Среди прочих гераклея И в них по-прежнему стоят руины их чудес И храмы и статуи Напоминание о чудесах предках наших современных городов Праини в Западной Турции сохранился лучше других городов эпохи эллинизма Дома, рынки, храмы, мавзолеи Редкие развалины, наполненные страхами и надеждами людей Волшебной метрополии Посетите Праини сегодня и ощутите подлинный аромат Людей эпохи семи чудес света И снова эти темные стены, охраняющие начало современного мира Жители города считали, что Александр однажды ночевал в этом доме После его смерти, чтобы войти в этот дом, следовало надевать белые одежды Понимаете, это не потому, что здесь спал Александр Великий Или там Джордж Вашингтон или еще кто-то В те времена ваши герои становились богами и дом Александра стал святыней А вон там стоял большой алтарь, стоял его портрет и мраморный стол для жертвоприношений и все остальное Но тем не менее это обычный эллинистический дом времен семи чудес Обычная семья жила здесь в двухэтажном доме с высокими потолками и маленькими комнатами Очень темными, с маленькими окошками, через которые проникало немного солнечного света На самом деле не очень приятное местечко, но тогда в этих великих городах дом и главная гостиная были центрами города И в конце каждой улицы Прямо как в Лондоне Название А здесь настоящее сокровище Сокровище всех городов того периода Это фонтан Вода идет отсюда, протекает здесь и течет прямо по улице в каждый дом И каждому жителю приходилось присматривать за собственным участком водоснабжения И самое чудесное, что вся эта система была построена и оплачена женщиной Первой женщиной-мэром этого города Ее звали Филли Это была непривычная роль для женщины того времени Например, в домах они были совершенно отстранены от дел Но им ничто не мешало на самом деле заниматься общественными делами Чем они часто и занимались Филлия воздвигла эту великолепную систему водопровода О чем сделана запись Главной смазкой этих городов были деньги И главное движение денег происходило здесь, в Древней Агоре Рынке древних городов Города снимали в аренду Все магазины на одной стороне Они контролировали цены Они следили за качеством и присматривали за торговлей А что здесь продавалось? Еда, рыба и импортные товары А тут стояли великолепные мраморные колонны Где древние горожане, свободные люди Просто гуляли и дышали свежим воздухом Эти города не были городами в современном понимании этого слова Здесь не было никакого производства Здесь жили писатели, художники, мыслители и другие творческие люди Их было немного и огромное количество людей Которые просто слонялись здесь без дела Большие землевладельцы со своими рабами И некоторые мелкие фермеры И, наверное, некоторые предприниматели Но эти города были по-настоящему зоной отдыха Что-то вроде Пальм Спринга Или королевского Танбридж Уэллса Здесь люди приятно проводили время Они ходили на рынок Это огромное открытое пространство Садились в кресло и говорили о ценах на пшеницу Или о похожести и величии их последней статуи Относительно одного из семи чудес света А если вы были богаты, вы давали бедным денег на хлеб Или могли выбить свое имя в камни А может даже получить свою статую, если бы вы стали мэром или еще кем-то Это зало совета 640 мест Сюда приходили самые богатые граждане Прайм Собирались поговорить Они говорили обо всем От цен на зерно до найма городского доктора Эти маленькие залы Эти сидения, пространства Сам воздух являются прародителями Современной демократии Демократии не в смысле, скажем, родового общества Где каждому дается право высказать свое мнение Но демократия в смысле аккуратного управления и общественного контроля А здесь, в меркантильном климате Получилось динамичное агрессивное общество Которое воистину является предком современного Это место между двух рядов сидений Это настоящая революция Если вы пойдете к более древним сообществам Вы можете пройти по миллиону пыльных древних дорог И обойти все древние места Зайти в темные храмы И городов на пути вам встретится множество Но вы никогда ничего подобного не увидите Здесь люди смотрят друг другу в лицо Сидят друг напротив друга Те древние общества инстинктивны Они движутся словно угорь Здесь же люди смотрят Всем видны чужие лица Они наблюдают, они прислушиваются к чужим мнениям Они обсуждают, они создают списки вроде семи чудес Воистину это настоящая предтеча современного мира Жизнь тогда напоминала скачки А здесь молодые люди учились побеждать в этих скачках Городская гимназия и беговая дорожка С древним стартом Полагаю, при определенном успехе Вы могли бы принять участие в Олимпийских играх Ничто не было совершенным для молодых львов Которые в будущем поколении намеревались править городом Это общественные бани Куда вода подавалась через водопровод по мраморным трубам и мраморным канавкам Но всегда холодная вода Почему вода всегда холодная и волосы короткие Даже Александра дразнили девчонкой за его длинные волосы Но оцените удобство Нескользящий пол и, конечно, ножная ванна для атлетов Им всем нужна была ванна для ног Так что после того, как они отмывались после бегов, они отправлялись в школу Рядом с помывочной находится школьное зало, в которой всего три стены Представьте, каково здесь зимой Достаточно холодно Это страна крепких мужчин А стены этого класса, как и многих других Покрыты именами учеников Дети аккуратно вырезали их на стенах букву за буквой Понимаете, дар письма На греческом языке Был дарован лишь этим людям в этих городах Практически никто больше в этой стране не мог писать или читать За исключением некоторых женщин, которые выучились дома Это стало настоящим центром исследований От греческого общества у нас остался только этот голос В центре каждого города располагался мавзолей, основателей и храм богов Существовало два вида храмов Одни светлые из мрамора, другие темные из темного камня Это храм Афины в Праине Изящно светлое здание, построенное великим архитектором Питием Как раз после того, как он спроектировал и построил первый мавзолей Царскую усыпальницу, которая стала одним из чудес света Ведь гений Пити заключается не в том, что он построил греческий храм с покатой крышей и кучей колонн по обеим сторонам Люди здесь уже веками этим занимались Это тщательность, это скурпулезность к деталям Такие искусные Посмотрите, он только что делал мавзолей и вернулся к этой классической форме крама А эти детали располагались на высоте 65 футов И только взгляните на них Они правильны на каждом сантиметре рисунка Словно отпечатано на принтере Только это самый прекрасный принтер в мире Гениальные детали Вот что создавал этот человек Абсолютно классические упражнения совершенствования Вон там остался храм Афины А я пошел к другому храму, не менее важному для города, но не столь прекрасному Это святилище Димитера, таинственного бога изобилия и смерти Его дочь украл Хадис, и каждый год она спускалась в подземный мир, и каждый год она возвращалась вместе с прорастающим зерном Только не надо считать, что греческая религия, что это такая форма эссе в книжке о мифах древней Греции и Рима Это настоящая система жизни Сейчас я поясню Существует прекрасная эпитафия на надгробном камне, в которой родители обращаются к перевозчику через лету Они говорят Позаботься о нашем малыше, когда он будет выходить из лодки, помоги ему, он еще не очень хорошо ходит Да еще на нем сейчас новые ботинки Когда у людей такой образ мысли, они получают утешение от системы, эта система работает и упорядочивает их жизнь Сегодня от тайн Демитера осталось немного Архитектура всегда была простой и правильной Но вещи, происходившие здесь, были столь таинственны, что мы до сих пор не имеем ни малейшего представления об их сути Когда немецкие экскаваторы разрыли этот тоннель, здесь была найдена изумительная статуэтка Непристойная фигурка богини по имени Боубо, чье лицо было странным образом перемешано с ее гениталиями Не часто вам удавалось видеть такую картинку в книге, правда? На самом деле, подобные традиционные историки всегда опускают И когда вы вспоминаете об этих городах, вам не приходит в голову мысли об эротике и сексуальности Хотя, на самом деле, они были переполнены всем этим Повсюду были фаллические статуэтки Было чрезвычайно развито эротическое искусство В мельчайших подробностях и, конечно, шикарная эротическая литература Понимаете, эти города были по-настоящему живыми организмами И сексуальность тогда была городской сексуальностью Это была сила и потенция государства Конечно же, подобную концепцию христианская готика полностью отрицала Христиане отвергали и греческое представление смерти Подземный мир, темная холодная яма, полная теней и духов мертвых И тут мы натыкаемся на другое сердце волшебной митрополии Я Мавсорий, царь Кари Я был высоким и красивым и всегда побеждал в войнах Я лежу в бодруке Ни у кого из мертвых нет такой гробницы Она украшена мраморными людьми и лошадьми Они словно живы из чудесного мрамора Царь Мавсорий разговаривает с нами из-под земли, по словам греческого философа Александр наверняка видел великую усыпальницу царя Мавсория, мавзолей Когда осаждал Галикарнас, а ныне Бодрум на юго-западе Турции Усыпальница основателя города в его центре Огромное здание, украшенное самыми знаменитыми греческими скульпторами И это одно из чудес света В 352 году до нашей эры, в день захоронения царя Мавсория Они забили стадо овец на ступенях И еще пять быков принесли в жертву И кровь бежала рекой к величайшей усыпальнице в мире К одному из чудес света Усыпальница столь великая, что отныне имя царя стало нарицательным для всех усыпальниц Мавзолей А этот камень запирал усыпальницу Древние писатели говорили, что усыпальница Мавсория Казалось, спарила над городом в серебряном облаке Но сегодня от нее совершенно ничего не осталось А вот здесь Сохранилась отметина, по которой нам, возможно, удастся отыскать след В каком направлении она исчезла Видите, эта задача многие годы мучила филологов На самом деле, большинство британцев старше 50 точно скажут вам, что это такое Это знак британского военного министерства Мавзолей обнаружил британский профессор Он был поднят человеком из британского музея С помощью британского флота и британской армии С помощью британского посла в Константинополе Они погрузили 280 ящиков мрамора на военный корабль А человек из британского музея сказал следующее «Эта жестянка полна», сказал он «У нас есть еще место для скульптур на палубе, но тогда придется разгрузить оружие на Мальте» Не все мавзолеи уплыли в Лондон Но после этого осталась масса древних камней И еще до того, как здесь появились археологи, большая их часть уже обрела свое место в собственности Мальтийского рыцарского ордена В их величайшем замке в Заливе, в замке Святого Джона В течение 15 века рыцари перестраивали старый город в свою крепость Все ее стены сделаны из древних зданий Вот так эти блоки обретали вторую жизнь после разрушения греческих храмов Вот тот круг с небольшим сколом Это кусок колонны, словно ее порезали как солями Но это название даже к лучшему Поскольку этот рыцарский орден итальянский Видите его герб А над ним для защиты в стену вделаны еще два куска храма Верхний использовался, чтобы спрятать надпись от непогоды Если вы посмотрите, то прочитайте имя рыцаря Человек по имени Анджело Мускатолло Это итальянская башня Она построена в 1436 году За 60 лет до того, как рыцари начали использовать остатки мавзолея Так что фрагменты мавзолея нужно искать в другом месте, например, в саду В технологии вооружения тоже произошла перемена Большие и лучшие пушки, которые в итоге стали причиной разрушения мавзолея Камень за камнем его разнесли до основания Все эти бастионы вокруг построены из материала мавзолея Они были спроектированы таким образом, чтобы ядра отскакивали Я иду по чудесной большой каменной площади Это было сердце мавзолея Великолепная мраморная перемычка у меня над головой Это фрагмент великолепной архитектуры Пития И это белая мраморная доска Только боги знают, что на ней было Прежде чем военный командир вырезал на ней Гатинай 1513 год С тех пор, как рыцари Мальты разобрали мавзолей Не было конца попыткам воссоздать его заново Это великая игра Не очень много материала Лишь запутанный римский текст Фрагменты которого были вывезены в Лондон И работы археологов Недавно разрытая могила возле деревни Байлеви Недалеко от Галикарнаса Возможно, принадлежала сирийскому королю Она очень похожа на мавзолей Построена всего сто лет спустя после того Здесь можно увидеть нечто по размерам похожее на настоящий мавзолей Детали великолепно проработаны Но мавзолей Пития, наверное, все же был изящнее Маленькая гробница недалеко от Милана Крошечный мавзолей демонстрирует этот эффект Когда римляне говорили мавзолей, кажется, парит в воздухе Потолок сделан очень искусно Множество камней связано воедино Одна из самых оригинальных идей Пития Существуют сотни конструкций этого старого здания С его пирамидальной крышей и рядами колонн Созданных и видными архитекторами и поэтами-самоубийцами Уникальные мавзолеи на бумаге Но реконструкции существуют не только на бумаге Для собственного развлечения, словно Средиземноморские короли, некоторые банкиры и промышленники В 19 веке построили мавзолеи для себя Архитекторы 19 века, следуя историческому стилю Создавали мавзолеи как архитектурные символы превосходства Это не просто усыпальницы, созданные по образцу мавзолея Многие из них очень высокие Нам мало известно об их создателях Ведь кто захочет, чтобы о нем говорили, что он работает над могилой В любом случае, это мавзолей Самая дорогая усыпальница, построенная на кладбище Хайгейт для одного человека Она построена для банкира по имени Юлий Бир Это маленькая дочь Бира Она умерла в достаточно юном возрасте И отец нанял скульптора, очень знаменитого академического скульптора Чтобы тот сделал трогательный портрет его дочери, переходящей в руки смерти Также в свое время царь Мавзолеи нанимал скульптора для своего мавзолея А ведь архитектор по имени Джон Скотт неплохо здесь поработал Он сложил разбросанные здесь повсюду куски для своего интерьера И добавил собственные праздничные воспоминания Частично из итальянского Ренессанса Частично из Византии и тому подобное Теперь вы поймете, зачем люди копируют мавзолей Это было очень знаменитое здание Но ни одна копия не расскажет вам, почему именно этот мавзолей стал настолько знаменит по греческим стандартам Это было небольшое здание и даже не столь прекрасное У него достаточно уродливая форма для греческих зданий Так почему же оно стало столь знаменито? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить древний текст Меня зовут Мавзолей Я король Кари Я лежу в своей могиле Будруми Усыпальнице Стены, которые покрыты изящными скульптурами людей и лошадей Среди фрагментов мавзолея в Лондон уплыли куски древнейшего в мире портрета скульптора Взгляните, насколько мощный этот образ Он как живой или, по меньшей мере, личность воспетая, облагороженная и героическая Впервые не мраморные боги, но женщины и мужчины были установлены среди мраморных колонн храма Скульпторы словно говорят посетителям А ведь ими могли быть вы Именно поэтому Мавзолей считается одним из чудес света Он превозносит самих жителей волшебной метрополии Сегодня реальность Александра столь же иллюзорна, сколь ветер Но даже простейшая история из его жизни рассказывает нам о его времени Об эпохе семи чудес Одна из историй гласит, что Однажды Александр со своими друзьями шел с берега моря вглубь Египта, в пустыню Сахара, на поиски Оракула Легенда гласит, что они потерялись и едва не умерли от жажды И Бог послал им ворон, чтобы показать путь через лунные горы в тайную долину у озера в Оазисе Сива Этот центр среди качающихся пальм — храм Оракула В маленькой темной комнате, где крышей служили пальмовые листья, египетские священники сказали Александру что-то столь серьезное, что занимало его до самой смерти Никто не знает, что ему сказали, и вряд ли мы когда-нибудь это узнаем Но что бы ни было сказано тогда, это не остановило Александра от дальнейших завоеваний всего Древнего Востока, где он разграбил и опустошил множество городов Конечно, и после Александра люди продолжают жить в этих городах, но они изменились навсегда Жестокие, самоуверенные греки показали новый вид города, новый способ существования История о путешествии в Сиву демонстрирует, что сам Александр отчаянно искал защиту от традиций, и возможно, именно это дал ему Оракул Поскольку в волшебной митрополии с юнистовой энергии по-прежнему невозможно успешно жить без поддержки прошлого Продюсер и режиссер Питер Спрай Левертон Операторы Питер Гринхалл и Майкл Майлз Композитор Баррингтон Филанг Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Современные миры Семь чудес света Автор сценарии ведущий Джон Ромер Капитан ищет безопасную гавань Он ищет Александрию Египетскую, расположенную на низких и опасных берегах Течение здесь переменчивое Как и тысячи лет назад, моряки бросают в море свинец В поисках подводных камней высматривают мутные потоки реки, которые покажут, насколько близко они подошли к берегу Прежде чем возник современный город и берега его были укреплены, здесь ничего невозможно было увидеть, пока ваш нос не втыкался в пляжную отмель И самым практичным из семи чудес света был древний маяк, названный Форосским Он стоял здесь Его построили около 285 года до нашей эры Это было одно из семи чудес света Его видно было в море на расстоянии 300 миль Его свет достигал древнего города Неаполь Волшебный свет, который по средневековым легендам мог сжечь вражеские корабли Форос не просто указывал путь древним кораблям Он символизировал и указывал на начало одного из самых потрясающих экспериментов человека Рождение современного города Волшебной метрополии Александрийский маяк и мавзолей в Галикарнасе Когда-то на низких берегах Египта было всего лишь несколько рыбацких деревушек Несколько скал, песчаных отмелей и зарослей куста Потом пришел Александр Великий Он создал империю, растянувшуюся от Египта до Афганистана Александр любил города Он любил их основывать Он основал 17 Александрий У него был очень интересный взгляд на города И через 20 лет Александр умер А строительство продвинулось еще дальше Была построена дамба от рынка до маленького острова недалеко от берега Они устроили большой перекресток в центре города И поместили там усыпальницу Александра Он умер и был погребен в своем городе В городе полном чудес Стен, дворцов Всем, о чем только можно помыслить И здесь стояли два из семи чудес света Маяк на острове и собственно могила Александра Только подумайте, что сделал этот человек Он создал город по своим собственным замыслам И этот город был полон египтян, греков, евреев Это был современный мультикультурный город, полный храмов и дворцов Это был новый город новой эры Список семи чудес был создан в его революционный пол Два из них, два городских чудо света Форосский маяк и царская усыпальница Мавзолей у моря Утонченные символы веры и торговли его города Главная реклама древней Александрии Теперь они погребены под современным городом Немного осталось от древней сумотоки и неистовой энергии Главного города Александра А все, что уцелело, находится в музее Мне нравятся местные музеи Они полны настоящего А не антикварных вещичек, приобретенных на аукционах Все это было найдено здесь, когда люди возводили свои гаражи Или проводили свет Утерянные камни погребенных городов А он милый, да? Прекрасный фрагмент исчезнувшей Александрии Относится к начальному великому греческому периоду Он сделан греком Даже камень прибыл из Греции Все шло на строительство маяка Мрамор, рабы, шоу, драгоценности, пшеницы из Египта Это было началом Эль-Дорадо Это было лучшее произведение искусства Сегодня оно исчезло практически полностью Все на миле по горам Закрывают крохотный городок у озера Гераклею Это громадный памятник всеобщей древней небезопасности Новый человек в своем новом дивном мире был крайне напуган Мягкие города заключаются в твердые прочные раковины Сегодня боль и энергия, воздвигшая эти грубые камни, кажется, постепенно убывает И нам остаются эти прелестные развалины Исчезло и большинство городов Александра Но на западе Турции некоторые из них сохранились Среди прочих Гераклея И в них по-прежнему стоят руины их чудес И храмы и статуи Напоминание о чудесах предках наших современных городов Праини в Западной Турции сохранился лучше других городов эпохи эллинизма Дома, рынки, храмы, мавзолеи, редкие развалины, наполненные страхами и надеждами людей в волшебной митрополии Посетите Праини сегодня и вы ощутите подлинный аромат людей эпохи семи чудес света И снова эти темные стены, охраняющие начало современного мира Жители города считали, что Александр однажды ночевал в этом доме После его смерти, чтобы войти в этот дом, следовало надевать белые одежды Понимаете, это не потому, что здесь спал Александр Великий Или там Джордж Вашингтон или еще кто-то В те времена ваши герои становились богами и дом Александра стал святыней А вон там стоял большой алтарь, стоял его портрет и мраморный стол для жертвоприношений и все остальное Но тем не менее, это обычный эллинистический дом времен семи чудес Обычная семья жила здесь в двухэтажном доме с высокими потолками и маленькими комнатами Очень темными, с маленькими окошками, через которые проникало немного солнечного света На самом деле не очень приятное местечко Но тогда в этих великих городах дом и главная гостиная были центрами города И в конце каждой улицы Промные крамы и городов на пути вам встретится множество, но вы никогда ничего подобного не увидите Здесь люди смотрят друг другу в лицо, сидят друг напротив друга Те древние общества инстинктивны Они движутся словно угорь, здесь же люди смотрят, всем видны чужие лица Они наблюдают, они прислушиваются к чужим минимумам, они обсуждают, они создают списки вроде семи чудес Воистину это настоящая предтеча современного мира Жизнь тогда напоминала скачки А здесь молодые люди учились побеждать в этих скачках Городская гимназия и беговая дорожка с древним стартом Полагаю, при определенном успехе вы могли бы принять участие в Олимпийских играх Ничто не было совершенным для молодых львов, которые в будущем поколении намеревались править городом Это общественные бани, куда вода подавалась через водопровод по мраморным трубам и мраморным канавкам Но всегда холодная вода Почему вода всегда холодная и волосы короткие? Даже Александра дразнили девчонкой за его длинные волосы Но оцените удобство Нескользящий пол и, конечно, ножная ванна для атлетов Им всем нужна была ванна для ног Так что после того, как они отмывались после бегов, они отправлялись в школу Рядом с помывочной находится школьное зало, в которой всего три стены Представьте, каково здесь зимой Достаточно холодно Это страна крепких мужчин А стены этого класса, как и многих других Покрыты именами учеников Дети аккуратно вырезали их на стенах букву за буквой Понимаете, дар письма на греческом языке Был дарован лишь этим людям в этих городах Практически никто больше в этой стране не мог писать или читать За исключением некоторых женщин, которые выучились дома Это стало настоящим центром исследований От греческого общества у нас остался только этот голос В центре каждого города располагался мавзолей, основателей и храм богов Существовало два вида храмов Одни светлые из мрамора, другие темные из темного камня Это храм Афины в Праине Изящно светлое здание, построенное великим архитектором Питием Как раз после того, как он спроектировал и построил первый мавзолей Царскую усыпальницу, которая стала одним из чудес света Ведь гений Пития заключается не в том, что он построил греческий храм с покатой крышей Автор сценария и ведущий Джон Ромер Капитан ищет безопасную гавань Он ищет Александрию Египетскую, расположенную на низких и опасных берегах Течение здесь переменчивое Как и тысячи лет назад, моряки бросают в море свинец В поисках подводных камней высматривают мутные потоки реки Которые покажут, насколько близко они подошли к берегу Прежде чем возник современный город и берега его были укреплены, здесь ничего невозможно было увидеть, пока ваш нос не втыкался в пляжную отмель И самым практичным из семи чудес света был древний маяк, названный Форосским Он стоял здесь Его построили около 285 года до нашей эры Это было одно из семи чудес света Его видно было в море на расстоянии 300 миль Его свет достигал древнего города Неаполь Волшебный свет, который по средневековым легендам мог сжечь вражеские корабли Форос не просто указывал путь древним кораблям Он символизировал и указывал на начало одного из самых потрясающих экспериментов человека Рождение современного города Волшебной метрополии Александрийский маяк и мавзолей в Галикарнасе Когда-то на низких берегах Египта было всего лишь несколько рыбацких деревушек Несколько скал, песчаных отмелей и зарослей кустарных Потом пришел Александр Великий Он создал империю, растянувшуюся от Египта до Афганистана Александр любил города Он любил их основывать Он основал 17 Александрий У него был очень интересный взгляд на города и архитектуру Однажды к нему пришел молодой человек по имени Дайнократ Он сказал, что у него есть отличная идея для города Он сказал, я изучу ландшафт и вылежу в нем подобие тебя, Александр И на ладони твоей фигуры я расположу город, который назову Александрия Смысл его идеи заключался в том Я лежу в своей могиле, будруми, усыпальнице, стены, которые покрыты изящными скульптурами людей и лошадей Среди фрагментов мавзолея в Лондон уплыли куски древнейшего в мире портрета скульптора Взгляните, насколько мощный этот образ Он как живой, или, по меньшей мере, личность воспетая, облагороженная, героическая Впервые немраморные боги, но женщины и мужчины были установлены среди мраморных колонн храма Скульпторы словно говорят посетителям, а ведь ими могли быть вы Именно поэтому мавзолей считается одним из чудес света Он превозносит самих жителей волшебной метрополии Сегодня реальность Александра столь же иллюзорна, сколь ветер Но даже простейшая история из его жизни рассказывает нам о его времени Об эпохе Семи Чудес Одна из историй гласит, что Однажды Александр со своими друзьями ушел с берега моря вглубь Египта в пустыню Сахара на поиске Оракула Легенда гласит, что они потерялись и едва не умерли от жажды И Бог послал им ворон, чтобы показать путь через лунные горы в тайную долину у озера в Азисе Сива Этот центр среди качающихся пальм — храм Оракула В маленькой темной комнате, где крышей служили пальмовые листья, египетские священники сказали Александру что-то столь серьезное, что занимал его до самой смерти Никто не знает, что ему сказали и вряд ли мы когда-нибудь это узнаем Ну, что бы ни было сказано тогда, это не остановило Александра Однины в Праине Изящно светлое здание построено великим архитектором Питтием Как раз после того, как он спроектировал и построил первый мавзолей царскую усыпальницу, которая стала одним из чудес света Ведь гений Питтия заключается не в том, что он построил греческий храм с покатой крышей и кучей колонн по обеим сторонам Люди здесь уже веками этим занимались Это тщательность, это скурпулезность к деталям Такие искусные Посмотрите, он только что делал мавзолей и вернулся к этой классической форме храма А эти детали располагались на высоте 65 футов И только взгляните на них Они правильны на каждом сантиметре рисунка Словно отпечатано на принтере Только это самый прекрасный принтер в мире Гениальные детали Вот что создавал этот человек Абсолютно классические упражнения совершенствования Вон там остался храм Афины А я пошел к другому храму Не менее важному для города Но не столь прекрасному Это святилище Димитера Таинственного бога из обилия и смерти Его дочь украл Хадис И каждый год она спускалась в подземный мир И каждый год она возвращалась вместе с проростающим зерном Только не надо считать, что греческая религия Что это такая форма эссе В книжке о мифах Древней Греции и Рима Это настоящая система жизни Сейчас я поясню Существует прекрасная эпитафия на надгробном камне Которые родители обращаются к перевозчику через лету Они говорят Позаботься о нашем малыше Когда он будет выходить из лодки Помоги ему Он еще не очень хорошо ходит Да еще на нем сейчас новые ботинки Когда у людей такой образ мысли Они получают утешение от системы Эта система работает и упорядочивает их жизнь Сегодня от тайн Димитера осталось немного Архитектура всегда была простой и правильной Но вещи, происходившие здесь, были столь таинственны Что мы до сих пор не имеем ни малейшего представления об их сути Те древние общества инстинктивны Они движутся словно угорь Здесь же люди смотрят Всем видны чужие лица Они наблюдают Они прислушиваются к чужим мнениям Они обсуждают Они создают списки вроде семи чудес Воистину это настоящая предтеча современного мира Жизнь тогда напоминала скачки А здесь молодые люди учились побеждать в этих скачках Городская гимназия и беговая дорожка С древним стартом Полагаю, при определенном успехе вы могли бы принять участие в Олимпийских играх Ничто не было совершенным для молодых львов, которые в будущем поколении намеревались править городом Это общественные бани, куда вода подавалась через водопровод по мраморным трубам и мраморным канавкам Но всегда холодная вода Почему вода всегда холодная и волосы короткие? Даже Александра дразнили девчонкой за его длинные волосы Но оцените удобство Нескользящий пол и, конечно, ножная ванна для атлетов Им всем нужна была ванна для ног Так что после того, как они отмывались после бегов, они отправлялись в школу Рядом с помывочной находится школьное зало, в которой всего три стены Представьте, каково здесь зимой Достаточно холодно Это страна крепких мужчин А стены этого класса, как и многих других, покрыты именами учеников Дети аккуратно вырезали их на стенах букву за буквой Понимаете, дар письма на греческом языке был дарован лишь этим людям в этих городах Практически никто больше в этой стране не мог писать или читать За исключением некоторых женщин, которые выучились дома Это стало настоящим центром исследований От греческого общества у нас остался только этот голос В центре каждого города располагался мавзолей, основателей и храм богов Существовало два вида храмов Одни светлые из мрамора, другие темные из темного камня Это храм Афины в Праине Изящно светлое здание, построенное великим архитектором Питием Как раз после того, как он спроектировал и построил первый мавзолей Царскую усыпальницу, которая стала одним из чудес света Ведь гений Пити заключается не в том, что он построил греческий храм С покатой крышей, кучей колонн по обеим сторонам Люди здесь уже веками этим занимались Это тщательность Это скурпулезность к деталям Такие искусные Большинство британцев старше 50 точно скажут вам, что это такое Это знак британского военного министерства Мавзолей обнаружил британский профессор Он был поднят человеком из британского музея С помощью британского флота и британской армии С помощью британского посла в Константинополь Они погрузили 280 ящиков мрамора на военный корабль А человек из британского музея сказал следующее Эта жестянка полна, сказал он У нас есть еще место для скульптур на палубе Но тогда придется разгрузить оружие на Мальте Не все мавзолеи уплыли в Лондон Но после этого осталась масса древних камней И еще до того, как здесь появились археологи Большая их часть уже обрела свое место В собственности Мальтийского рыцарского ордена В их величайшем замке в заливе В замке Святого Джона В течение 15 века рыцари перестраивали старый город В свою крепость Все ее стены сделаны из древних зданий Вот так эти блоки обретали вторую жизнь после разрушения греческих храмов Вот тот круг с небольшим сколом Это кусок колонны, словно ее порезали как салями Но это название даже к лучшему Поскольку этот рыцарский орден итальянский Видите его герб А над ним для защиты в стену вделаны еще два куска храма Верхний использовался, чтобы спрятать надпись от непогоды Если вы посмотрите, то прочитайте имя рыцаря Человек по имени Анджело Мускатолла Это итальянская башня Она построена в 1436 году За 60 лет до того, как рыцари начали использовать остатки мавзолея Так что фрагменты мавзолея нужно искать в другом месте Например, в саду В технологии вооружения тоже произошла перемена Большие и лучшие пушки, которые в итоге стали причиной разрушения мавзолея Камень за камнем его разнесли до основания Все эти бастионы вокруг построены из материала мавзолея Они были спроектированы таким образом, чтобы ядра отскакивали Я иду по чудесной большой каменной площади Это было сердце мавзолея Великолепная мраморная перемычка у меня над головой Это фрагмент великолепной архитектуры Пития И это белая мраморная доска Только боги знают, что на ней было Прежде, чем военный командир вырезал на ней Гатинай, 1513 год С тех пор, как рыцари Мальты разобрали мавзолей Это была непривычная роль для женщины того времени Например, в домах они были совершенно отстранены от дел Но им ничто не мешало на самом деле заниматься общественными делами Чем они часто и занимались Филия воздвигла эту великолепную систему водопровода О чем сделана запись Главной смазкой этих городов были деньги И главное движение денег происходило здесь, в Древней Агоре Рынке древних городов Городы снимали в аренду Все магазины на одной стороне Они контролировали цены Они следили за качеством И присматривали за торговлей А что здесь продавалось? Еда, рыбы, рыбы И импортные товары А тут стояли великолепные мраморные колонны Где древние горожане, свободные люди Просто гуляли и дышали свежим воздухом Эти города не были городами в современном понимании этого слова Здесь не было никакого производства Здесь жили писатели, художники, мыслители и другие творческие люди Их было немного и огромное количество людей Которые просто слонялись здесь без дела Большие землевладельцы со своими рабами И некоторые мелкие фермеры И, наверное, некоторые предприниматели Но эти города были по-настоящему зоны отдыха Что-то вроде Пальм Спринга Или королевского Танбридж Уэллса Здесь люди приятно проводили время Они ходили на рынок Это огромное открытое пространство Садились в кресло и говорили о ценах на пшеницу Или о похожести и величии их последней статуй Относительно одного из семи чудес света А если вы были богаты, вы давали бедным денег на хлеб Или могли выбить свое имя в камне А может даже получить свою статую Если бы вы стали мэром или еще кем-то Это зало совета 640 мест Сюда приходили самые богатые граждане Прайми Собирались поговорить Они говорили обо всем от цен на зерно до найма городского доктора Эти маленькие залы Эти сидения, пространства Сам воздух являются прародителями современной демократии Демократии не в смысле, скажем, родового общества Где каждому дается право высказать свое мнение Но демократия в смысле аккуратного управления и общественного контроля А здесь, в меркантильном климате Получилось динамичное и агрессивное общество Которое воистину является предком современного Это место между двух рядов сидений Это настоящая революция